ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича 21, вход со двора. Раньше здесь был гардероб, теперь здесь детская комната и зал ожидания для родителей. Бухгалтер-кассир Дворца культуры Перворальска Татьяна Гредина вспоминает, Раньше в фойе было тесно и мало места, люди толпились, спешили, кто-то к началу концерта, а кто-то на занятия с ребенком, на репетицию или тренировку. Сейчас тут просторно, гардероб перенесли ближе ко входу в здание. За 30 лет работы во дворце Татьяна повидала немало преобразований, но желания уволиться и уйти отсюда ни разу не было, говорит женщина. Работа бухгалтера-кассира – это и билеты продать, и место посоветовать, и даже иногда побеседовать с сомневающимся зрителем. Я уговорила одну бабушку, говорю, ну купите хоть на балкончик, а ей летко 80. Проходит дня три или четыре после концерта, ну я сижу там в кассе, окошечко-то небольшое, смотрю, стоит эта бабушка и поклоны мне бьет. Я такая говорю, что случилось? Она говорит, милая, какое тебе спасибо, что ты меня заставила пойти, где ведь жить захотелось. Дворец культуры Первоуральска, сегодня он называется так, на протяжении 55 лет остается местом притяжения. Сюда приезжают именитые артисты, занимается не один десяток творческих коллективов. Тут становятся звездами и молодые таланты. Открылся дворец в 1966 году. К его оформлению приложил руку мастер Борис Тальберг. Его мозаичное панно украшает фасад здания по обе стороны от главного входа. На одной стороне изображен технический прогресс человечества, на другой – символы простого земного счастья. За такое оформление даже была получена награда на выставке в Монреале в 1967 году. Полвека назад во дворце занимались не только творчеством, здесь был даже научно-технический отдел. Сегодня тут, в центре внимания, искусство, образование и спорт. Работает около 20 разных коллективов – танцевальных, вокальных, театральных. Есть цирковая студия, проходят фестивали и ярмарки. Я никогда от горожан не слышал слова «ДК», либо «Дом культуры», либо «Клуб». Я всегда слышу слово «Дворец». Что здесь может быть из советских времен? Наверное, только само по себе здание. Но начинка, внутреннее убранство Дворца культуры, оно давно уже стало современным. Да, это прошлое, это история, но она растет, она развивается, она совершенствуется. В 2019 году во Дворце культуры провели небольшую модернизацию. И это только начало пути. Сейчас в планах у руководства обновить зрительный зал и даже открыть для публики малую камерную сцену, которая в последнее время не использовалась. В этом году Дворцу исполняется 55 лет со дня основания. Сегодня вечером в честь юбилея состоится праздничный концерт. Кристина Сипьева и Сергей Шемет. Интеро ТВ Кристина Сипьева и Сергей Шемет. Кристина Сипьева и Сергей Шемет. Кристина Сипьев.